Балы, вальсы, пышные платья и утонченный этикет. Такая обстановка царила в этой дворянской усадьбе в самом центре Барнаула 19 века. Эти стены помнят еще времена Александра I. Владельцем усадьбы был дворянин в первом поколении, золотопромышленник Эпиктет Аларовский, выходец из Петербурга, прибывший на Алтай по службе. Его отец был представлен воспитателем к внучке Екатерины II. Вдумайтесь, какого уровня люди связаны с нашим регионом, с нашим городом и с нашей усадьбой. В этом же доме родился и вырос сын Эпиктета Александр Аларовский. Он войдет в историю Российской империи как выдающийся дипломат, консул, впервые наладивший отношения России с Сиамом, нынешним Таиландом. Он налаживал серьезные дипломатические отношения с Японией. И в одном из северных морей есть мы с его имени. Вот представьте себе, мы с имени нашего земляка. Спустя сотни лет от особняка и сада, занимавшего некогда целый квартал, остался участок меньше одного гектара. В советские годы в здании располагался окружной суд. И только в начале 90-х здесь открылась гмилика. Его работники решили проложить на этой территории познавательный пешеходный маршрут, который перерос в целый проект. Для нашего города, края и соседних регионов, пожалуй, это единственная сохранившаяся именно дворянская усадьба. К сожалению, зачастую путают наши даже горожане. Считаю, что у нас таких усадеб много в городе. У нас есть особняки и не один, но они купеческие. Именно дворянские усадьбы и сады отличались особенной роскошью. А вот купеческие были скромнее. Во дворе музея о временах царской России сегодня мало что напоминает. Разве что место коновязи и то до сих пор не ясно, где находилась конюшня и была ли она у олоровских вообще. Зато есть стенды о птицах и растениях дня сегодняшнего. С одной стороны представлены их фотографии, с другой стороны описание и название. Конечно, особенно дети любят здесь узнавать по голосам. Во время экскурсии на аудиоколунку записанный голос и узнайте, что это за птицы. А вот с историческими фактами беда. Никаких документов и точных данных о том, как здесь все было обустроено при Олоровских, не сохранилось. Слишком уж много времени прошло. Однако в музее надеются, а их территория привлечет горожан своим статусом, спокойствием и тишиной. Анара Шагирова, Андрей Дреер, Данил Захаров. День с толком.